Слова КРП это сервер с единственной в своем роде атмосферой. Продолжительное время нами велась разработка игрового мода и ресурсов нашего проекта. Ты сможешь опробовать на себе многие роли, здесь нет ограничений. Ты сам выбираешь кем тебе быть. На сервере тебя ждет множество интересных систем, а комфортную игру обеспечит состав опытных администраторов. На старте используй промокод из описания, он даст неплохой буст для начала игры. До встречи на сервере! Субтитры сделал DimaTorzok День Пулачек, алло. Я за человеком тут хожу, не видно? Стой! Свежий, стой! Нет. За мной мед будет. Уважительный, пожалуйста. И письки отдадим. Все, закрыто. Ломом отхерачим. Все нормально, нет? Да. Открой. Он меня и керачит. Дядь. К стене встань, не дергайся. Спаси свежий. Оба, к стене. Окей. Сейчас у вас, наверное, появился вопрос. Зачем стоп-кадр? Зачем что-то объяснять? Ведь тут все очевидно. У челика, который тебя убил, феррерпе. И, возможно, фрекил. Но нет. А в смысле? А в смысле? Он же достал оружие в ответ. Да, потому что он так может. Потому что он за это заплатил. Но не совсем он, возможно, создатель клана. Но так или иначе, для этого клана не действуют правила феррерпе при определенных условиях. А они достаточно простые. Всего-то надо на постоянке бегать и держать в руках любое холодное оружие. И тогда, если тебе кто-то угрожает оружием, то ты не можешь нарушить правила феррерпе, достав оружие в ответ. Блять, да, ребята, если кто-то еще сомневается, это не шутка, запоздавшая на 1 апреля. Это 23 год, и люди уже в этом году монетизируют правила. Помните, мы немножечко с приподнятой бровью охеревали от того, что на условном мэджике нужно покупать разрешение менять голос, использовать саундпады и так далее. Давайте с этого момента платное разрешение пользоваться voice-модом будем считать чем-то типа косметического доната. Потому что он абсолютно безобидный, в отличии, блять, от обхода платного феррерпе. Ладно, на самом деле создатели немного красавчики. Почему конкретно, я расскажу немного потом. Погнали смотреть. Ой, блядь. Ну, а как мне поиграть нормально, если постоянно такая хуйня? Я что-то не понимаю. Смотри, видишь, у меня тут головой возле организации красный ножичек. Неа. Ёрока. А, он тебе, Ёрока. Ну, там, короче, красный ножичек. И если я буду сходять с холодом оружия, у меня... Что бы? ВСМ. Донат. А ну, почегай. Что-то тут поменялось, ребята, да. Что-то тут поменялось. Улучшение. Нет феррерпе. Улучшение ОПГ нет в феррерпе. Блядь, ёбаный в рот просто. Это что за хуйня? В итоге, я думаю, да что у него здесь нарушение правила армитерпе. Потому что подъезд в отеле достаточно людное место. Там ходят люди, которые идут из дома и в дом обратно. Ситуацией этой только я и занимаюсь. И поэтому я выношу вердикт, чтобы он себе выдал наказание за нарушение армитерпе. Чего он не делает всю жалобу. Всё это время он будет дожидаться, когда же придёт его знакомый соклановец, который будет его выгораживать. В сот раз мне объясняя, что такое бафы на этом серваке и что они дают. Но я это уже понял, зачем мне это объяснять. Но единственное, что мне не может нормально объяснить этот администратор, которого он позвал. Почему же его друг бегает на постоянке с монтировкой на показ по городу, по людным местам, по безлюдным местам, по отелям и так далее. Без какой-либо РП подкреплённой причины. В итоге повторяется история из раза в раз, типа, я вот старший администратор, я дохуя лучше тебя знаю правила, поэтому у него здесь нету нарушений, отпускай его и тэпайся обратно в РП процесс. И да, как вы любите, я не включал в этот момент войсмоты, поэтому разборка закончилась так быстро и так печально. Но всё ещё впереди. Честно, не знаю, что они ждут, потому что я только этим занимаюсь сейчас, в этой ситуации. Я никого сюда не звал, как админ, который разбирает это. Чё, у тебя 30 часов, ты вообще нихуя не знаешь. 500 часов тело выёбывается. На самом деле, чем меньше ты наиграл на каком-то серваке Дарк РП времени, тем ты круче. Прошу прощения, что настолько долго сдвижался, это было очень сложно, долго и тушное окно. Даже на крыше, где-то не общественные места, там всё равно, где работает армитер, потому что это тоже улиц. В помещениях конкретно, в помещениях подземки армитера, значит, армитер. Ну, по такой логике, значит, оружие вообще нельзя никогда доставать. Нет, город имеется в виду. Ну, типа, отлично, для чего чел достал. Но он может достать в любой момент. Тут уже, что у него в голове, творится в полный решет. Чтобы воспользоваться своим бафом. Пользуюсь бафом вовсю. Чтоб не втыкал. Иначе смысл от бафа пропадает. Он на этой заточен. Что может человек достать монтировку почти в любой момент. Если ему только угрожать не начать. И он может никого не бояться. Пиздец. Это просто пиздец. Ведь я спрашиваю, у админа РП причина того, почему он бегает постоянно вооруженный. Он мне отвечает не РП причину, а механику сервака описывает. То, что вот он пользуется бафом и все. Иначе зачем этот баф? Смысла спорить с такими админами? Ноль. Они тебе будут первое, говорит, что они админы старшие наборные. Они лучше знают из-за этого правила. Второе, то, что у тебя 20 часов, а у них миллиард часов, которые они надрочили на серваке. И третье, почти каждая жалоба на ДРК РП, где администратор и обвиняемый игрок с одного клана заканчивается тем, что обвиняемый оказывается белый пушистый, а ты у нас нарушил кучу правил и вообще их нихуя не знаешь. Поэтому смысла говорить опять же ноль. На первый раз закроем на это глаза до следующей хуйни, которую они исполнят. А пока мы выпинываем сервака челика, который то и дело бегал и как-то подстегивал меня о том, сколько у меня на игр на часов и как хорошо я знаю правила. За что конкретно он отлетел, вы должны были уже заметить, если внимательно смотрели мое видео. А теперь погнали дальше. А, ну да, это... Что я можешь сказать, где у него номер? Не можешь. Не можешь. Не можешь. Интересно, сука, получается. Теперь тут можно монетизировать нарушение этого ФИРРРП. На самом деле, пиздец, как удобно сделали. Ребята красавчики. Рубят капусту неплохо. Молодцы. Они поняли, что нет смысла запрещать вот это нарушение там ФИРРРП, как-то наказывать. Если можно за это брать бабки. Типа, плати и нарушай, сколько тебе влезет. Блядь, и всё, не будет тень. Запрещено изменять голос. Блядь, отстаньте от программ для изменения голоса. Просто сделайте так. Ну, пропишите, пожалуйста, правила таким образом, чтобы не запрещалось изменение голоса. Но запрещалось сделать голос такой, что, ну, ты нихуя вообще не слышишь. Типа, не надо за это выдавать три дня бана. Блядь, ну, это просто пиздец. Чел голос поменял, зашёл, чтобы просто... Например, есть реально люди, которые слышали свой голос на записи и понимают, как он слышится остальным. И они его меняют, потому что, ну, им неприятен немного свой голос. Да, бывает такое. Бывает такое, что там у людей. Ну, может, с самооценкой проблема. Может, ещё что-то. Может, реально с голосом какая-то хуйня. Они за это три дня бана будут получать. Это просто пиздец. Зафрекил какой-то вот отконченного ублюдка. Ну, не берём в расчёт того, что я сейчас посадил. Это адекватный чел, но он нарушил правила. А если взять какого-то ебучего микробандита, который заходит чисто пвпшится на драк-рпе. Он получает 15 минут. В то время как чел, который просто сказал что-то в войс-чат с войс-ченджером, он получит три дня, блядь. Где, блядь, логика у правил? Это же пиздец форменный. Поменял голос, получил пизды и на три дня улетел. Ну, долбоебизм же. Какая ж пиздатая мышка у рейзеров. Просто кусок дерьма. У меня уже скрипит, блядская, колёсико, когда я быстро проворачиваю его. За эту хуйню я отдал 3000 вроде бы. Сейчас, может, вы эту хуйню услышите? Ебать. Вот так звучат 3000, которые просто выпущены на воздух, блядь. Кусок говна, а не рейзер. Сука. Вот взял не... Ну, чисто для того, чтобы понять, что... Ну, рейзер кусок говна, блядь, за эти деньги. Лучше бы взял лучштык. Не понял. К стене встаньте, уберите оружие. К стене убери оружие. Ментов. Вот зачем мой дом? Там, блядь. Там грабитель. В моём доме. В моём доме грабитель, блядь. Вон там. На. Иди туда. И вызывая проституток в самый верх казино, в 3 семёрке. Да я за кого не могу играть, блядь. Потому что ты... Чё мялится? К месту. Товелая? Ууууу. Блядь. Ты чё прав? Глядь мы? Ааа, у него граната! я постарался обрезать минималку с этих моментов чтобы вы поняли что он реально на постоянке носит холодное оружие что является нарушением либо правила нон рп либо армит рп вдобавок к этому в чате организации он все пытается узнать что же за ютубер такой и ютубер ли вообще на моем персонаже играет шо это за чел свой с модом нужно его проверить и выдать срочно наказание если у него нет разрешения 3 дня бана и даже вам не шутки это преступление войс мод юзать на этом серваке за это 3 дня бана а за армии терпы какие-то несколько минут нахуй знают не матерись пожалуйста был спокойный стержень антон ты же посадил за что ты меня откинул но нам да 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 а можешь объяснить что там случилось и возьми тут момент он еще же пашка на 11 такое норм хорошо поэтому он в чат пишет перед вами он мне предлагает свежим убить меня бегая потерю антон после того как он это сказал ты бы сразу посадил или ты ждал какое-то время и проверить даже боги голубь расписал в чат все это время я его посадил когда мы со свежим разобрались он там сидел в офисе свежим но ты наружу но слушай голубь если ты реально бегал по отелю и свежим предлагал убить антона когда антон был буквально рядом и все это слышно но норп я тут уже не говори то а что ты говорил обман было такое принципе свежий тоже участник но тогда гуляй безъем он предлагал свежим убить меня я только что-то на свежий спровоцировал меня тем остается столько это было можешь сказать при каких обстоятельствах это произошло за мной менты идет это было в ходе погоне за голубь пошли его ломом отхерачим давай свежий покажем не дамку со звуком обязательном он ты тоже можешь посмотреть у меня своя есть хорошо ни одну наху мою жалобу никто из них не принял зато его жалобы принимаю 1,1 мне юкими разрешил так что отпадает первое свежего армия теперь точно в общем месте бегает сломом по кд зачем х за казино сломом скачет нет рп причины единственное до чего они могут докопаться типа по факту это войс мод для понимаете насколько вот одноклеточные со мной на жалобе находятся не админы которые разбирают а вот те кто на меня жалуются это просто пизда блять сука боже нахуй а вы говорите я душ не челики блять за войс мод сука со мной бодаться готовы вы понимаете нет они сука ради этого жалобы подают почему-то мою жалобу никто не принимает потом когда я все-таки берусь разбирать ее свою иди такс в общем-то ребятушки посмотрел дэм по поводу давай его ломать херачим подтвердилась голубь это на норпе с той стороны как гражданин поэтому джайл оправдан обман более чем а чем он обманул чем-чем-чем говорил что не было такого и нахуй ты жалобу подаешь долбоеб если ты потом сука сливаешься и обманываешь ебать а нет у меня армия т.р.п. успокойся зачем ты с ломом ходил показать ну типа кстати голубь тоже обманул потому что там предлагал забить фбр а потом говорил то что ты не говорил так ну чтож антон вы хотите договориться как-то может быть с голубь 18 выкинь его мне это тело про наигранные часы говорила чё-то парить профиль брать его давать глянем 700 часов горит с моде ты мне что-то про 30 часов на этом серваке говоришь серьезно ты до сих пор не знаешь что обманывать нехорошо что переключиться этого я выкинул уже за обман и за норп оправдана эти вопросы еще раз могу задать зачем ты достаешь лом в казино чё казино не общественное место каждый чел который свой с модом бегает скрипач серьезно пиздец так с голубь все есть что еще сказать да чел каждого второго свой с модом скрипачом считает чё ему сейчас сказать вопрос такой казино общественное место смотря где находится смысл но въезд в город казино там находится сейчас здание которое там искусственно построили ну да да это общественное место человек там может без особой причины таскать на постоянке монтировку и бегать там при всех пусть тогда выдает себе армию трп все так это же не улица казино где находится в пределах города но пределы города и улица это немножко разные понятия это на улице пятиэтажка это тоже в пределах города подъезд это достаточно общественное место там ходят люди из дома и в дом обратно ты при госсотрудники достаешь монтировку и бегаешь зачем поработать только на улице ну тогда это будет нон рп зачем он бегать с монтировкой по общественному месту без причины от холодное оружие с холодным оружием я бы вряд ли зашел бы в казино тем более доставал бы его в казино и меня какой-то псевдо мэр пытался лицом с не опасна и после этого говоришь не брать мастеровку в руки да и что я бы тебя ответил ответь в чем проблема трудно говорить что что такое если у тебя единственное что есть сказать это я бы тебе ответил то просто не трогай клавиатуру и кнопку включения микрофона пожалуйста неадекват будет уже есть судя по тому как ты себя ведешь но не по правилам сервака конечно но типа а в чем прикол что по правилам зачем ты в общественном месте в казино достаешь оружие холодное и бегаешь с ним туда-сюда скачешь по мебели это нормально поведение человека в социуме с ножом там условным или же с монтировкой бегать по такому месту как казино с ножом одно дело я в руках холодное оружие можем условиться на этом и больше никак не продолжать эту тему ты бегал с холодным оружием по общественному месту без причины ты не убегал ни от кого ни с кем не воевал и не перестреливался ночью админ по этому поводу скажет это на норп или аркет арбе не причастен и вообще как бы не причастен к этой разборке потому что я разбирался совершенно по-другому но моим по своему мнению тоже могу сказать но так и же ты той разборке тоже не был причастен это просто чел затянул время чтобы дождаться тебя и другого админ голубь меня вызвал именно жалобу под а не ответ нас 1.1.1 разбирался мат но слушая я теперь у тебя теперь я у тебя спрашиваю у него есть тут норп или армит р.п. тогда но он тебя позвал хотя с этим разбирался я насчет того армит р.п. ты пришел сказал что нету армит р.п. чел затянул тупо время не выдал себе по форме наказание которое я считаю но если бы пришла бы на форум жалоба то выдали мне наказание в чем проблема он за обузил тем то что он может себе не выдавать какое-то время и тянуть время и дождался тогда тебя вот сейчас ты тут рядом ждать никого не нужно скажи на норп или армит р.п. у него так снова по поводу армит р.п. скажу что нет потому что это все таки тоже здание и на него тогда армит тоже не распространится это просто карниз был бы то или я бы уже мог сказать что это армит р.п. по поводу норп если он там было достаточно много людей ну то есть это они все видели этот цирк что он бегал с монтировкой все остальное то можно сказать что это ну ну все то там здесь и там было много людей но то же самое было и в отеле если что и там был я и вот этот вот голубь но в той ситуации конкретно он использовал баф нет ферр.п. для того чтобы он не мог ты его не мог прижучить не к нет он просто сначала греком сексом просто сначала бегал с монтировкой потом сказал что за ним гонится мент что но не самое ну это не самое нормальное название полиция из уст другого гражданского но я ориентировался на то что это здание друга мне все равно что-то ориентировался это общественное место нет там причины доставать оружие согласен я б сейчас сказал сука на чем я вертел то на чем он ориентировался давай ты выдашь себе норп и пойдешь смотреть тебе все что нужно сколько угодно у тебя будет целых 15 минут на это да потом можно и на форум подать жалобы без проблем если ты там заходишь чё форму то и писать не умеешь допиши мой просто steam идти напиши 15 минут срок и название но норп не умеет меня не волнует мне жалко человек сколько всадил в дарк рп что сложно ты писать не умеешь игру человек который 400 часов жизни своей отдал на дарк рп сервак до сих пор писать не научился вот это печально я тебе уже давал форму ты себе не мог нормально пропиши просто свой айдишник 15 минут и норп это сложно в табе скопируем и steam айди он не меняется он мне статичный сейчас кстати проверим кое-что что да интересно одна штука есть с формами этими ну чё ты выдаешь нет я не могу написать за бай но я в этом не сомневался дегрой да бля это просто пиздец ребят все он сам прикол есть такой первый раз у него когда он вписывал то что я ему скопировал сам собственноручно написал он пытался выдать себе горит не получается но это время тянул для того чтобы ты пришел я не знаю за обман это сойдет или нет но конченый какой-то чел это еще нужно будет доказать тогда обманывает он или нет но это в этот раз нас первого раза себе прописал при тебе понимаешь а тут пока тебя не было он себе ничего не прописывал в тот раз я с ним отдельно поговорю а толку от этих разговоров ты ему пальцем пригрозишь отношение к нему будет он же здесь постоянно играет это отношение к нему дальнейшее построить еще думаешь его чит отношения к нему будет волновать его не волнует то что он писать не умеет спустя 500 часов гаррис моде мышь вот это его будет волновать я думаю здесь все прекрасно понимают что ему после этого ничего не будет кроме этих несчастных 15 минут за нон рп почти 90 процентов случаев когда вам говорят подобную фразу я с ним поговорю касаемо какой-то ситуации это пиздеж никто ни с кем не будет говорить никто не будет читать какие-то нравоучения и так далее всем по хуй чел пытался создать видимость что его волнует ситуация которую вот это мы разбирали и он тут из-под палки мне дал ответы во второй раз а в ему было похуй что нарушил и нарушил ли этот челик сука просто ультра неприятный я бы даже сказал мерзкий для меня эти две жалобы почему а еще с объясню и так в первой жалобе я отыгрываю челика у которого нету микрофона он пытается что-то объяснить достаточно доходчиво я объясняю одну и ту же ситуацию объясняя возможно какие правила нарушены и почему конкретно не нарушены что повлекло эти нарушения и так далее я задаю нормальные вопросы абсолютно адекватный почему он сделал то 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 на что мне не дают нормального ответа в итоге челик уходит безнаказанным потому что он первое обузил тянул время чтобы не выдавать себе наказание и в этот момент он писал своему другу чтобы он скорее пришел и помог ему блять ну просто пиздец итог такой он ушел безнаказанный приходит время ко второй жалобе на второй жалобе появляется челик у которого есть войс чат и это я вас уверяю единственное отличие этих двух жалоб просто на первой жалобе чел без войс чата а на второй уже свой с чатом абсолютно ситуации идентичны что там долбоеб с монтировкой бегает просто так без причины что здесь на второй жалобе бегает тот же самый долбоеб с той же самой монтировкой без той же самой рп причины Вот на второй жалобе уже челик свой с чатом начинает наваливать по фактам. Он уже говорит всё правильно, он задаёт нормальные вопросы, и тут, конечно же, нельзя не согласиться с ним, администратору. А беда в том, что тот же самый, блядь, человек, который писал тебе это в чат, абсолютно всё то же самое и задавал те же самые вопросы не по фактам. Голос просто незнакомый, интонация незнакомая, манера речи тоже мне незнакомая. Увы, я по текстовому чату не могу понять, это ютубер или не ютубер. И похуй уже на того челика, который нарушил то ли нон-РП, то ли армит-РП. Меня больше всего, блядь, забавляет администратор. В первой части ролика он мне прямо объясняет то, что вот, он хотел пообузить этим бафом, который купили они за реальные деньги, и вот поэтому он нарушил вот это правило армит-РП. Но это не нарушение. И во второй абсолютно зеркальной ситуации я начинаю говорить в войс-чат, и тут же у него, оказывается, есть нарушение. Ну да, не армит-РП, но нон-РП точно, блядь. Ну почему-то тогда нон-РП не вспомнил в Тотара, а просто сказал, что он вообще нихера не нарушил. Короче, вот вам пища для размышления длиною в 3 минуты, а мы перемещаемся в РП. Атмосферу я там отыгрываю самого себя, челика с камерой, который снимает какую-то хуйню. Всё, ведётся съёмка. Ведётся съёмка, как человека крепят просто так. Его взяли, забрали, сейчас хотят ему впаять несколько убийств. Два с половиной изнасилования, четыре с половиной убийства, и пять ограблений из десяти на ниточке. Не я, друг, вышли отсюда. Я тебе вообще ничего не дам. Вышли отсюда. Да не пиздец, давай. А подожди, стоп, 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 стоп. Я выйду сейчас. Я выйду, выйду. Я хочу для себя список утвердить разыскиваемых людей. Вы не можете здесь находиться, это запрещено для вас территорией. Вдруг я найду одного из них и передам вам информацию. Выйдите отсюда. Пиздец. Ну, сейчас. Ребят, вот я нахожусь тут. Меня прогоняет неадекватный полицейский. Не совсем адекватный представитель власти в нашем городе. Пользуется своими возможностями, а также привилегиями, данными ему государством, чтобы прогонять людей просто так. Но мы с вами знаем, как пробраться сюда. И в следующем выпуске мы попадем прямо в тюремную камеру этого ПУ. Всем удачи. Блять. Как ты туда пролезсовался? Да... Просто... Я просто сядю в тюрьму. Я просто сяду в тюрьму и все. Емать ты, дедей. Итак, ребята. Мы сейчас... Тайно пробираемся в полицейский участок на стрельбище. Вот тут вот. Они тренируют свою стрельбу по мирным жителям. Я, как и обещал, я проберусь законным и незаконным способом. Мне не важно как. В этот ПУ. Чтобы показать вам всю желчь и дерьмо изнутри. И, как видите, мне не составило особого труда здесь оказаться. У меня в запасе с собой сидит человек в бомбере, бирюзовой майке, а также с маской лошади. А также у меня несколько банок энергетиков. И, ребята, давайте-ка покажем свой актив. Ставьте лайки, если считаете, что пол-литровая баночка с сахарной водой может вам позволить заработать столько денег, чтобы хватило на лечение щитовидки. До того, как она у вас откажет от этих баночек с сахарной водой. Вот там находятся тюремные камеры. Выглядят как обычные комнаты издалека. Теперь нам надо пройти вот сюда в допросную. Здесь пытают людей насильственными способами. Заставляют их признаться в своих злодеяниях, которые они не совершали. Теперь следующее. Что у нас? Список разыскиваемых людей. Мы можем приблизить изображение, чтобы посмотреть на разыскиваемых людей. Ну, а нам пора удаляться. В следующий раз мы, ребята, с вами окажемся в ночном полицейском участке. А именно в тюремной камере. Что-то трех. Следующий выпуск будет из тюремной камеры. Всем пока. Новый выпуск. Спец-спец включения. Неадекватный, неадекватный человек нас прогоняет криками и орами из полицейского участка. Мы всего-то хотели сделать на него донос. Итак, что у нас происходит в городе? В городе, как в штаны насрали, никто ничего не делает, никто ничем не занимается. Им какой-то бедный гражданский бежит. Какой-то бедный гражданский бежит в пиджаке, а также в рубашке. Он явно чем-то недоволен. Он явно чем-то недоволен. Но если мы присмотримся, то это оказывается не гражданский. Это сотрудник ФБАй, оказывается. Да, ребята, они среди нас. Они не ходят под прикрытием. Они не носят маскировку, не пытаются слиться с окружающим их пространством и людьми, а просто открыто носят беджик у себя на пиджаке из магазина Офисный Дэнди. Прямо сейчас лысый шалопай напал на нашего агента ФБИ. И что же предпримет правоохранительные органы против этого вопиющего акта правонарушения? Давайте посмотрим. Делайте ставки на моем стриме, пожалуйста, за кого вы, за лысого или за волосатого. Я буду ждать каждого отзыва, а также результата поединка. Кто же победит? Здесь находятся все новоприбывшие. И тут какой-то клуб под названием Туса Джуса. Я бы сюда определенно не пошел, потому что тут сидят бляди. Здесь находятся опять же все новоприбывшие, некоторые фекалисы и недофекалисы. Вот здесь находятся как раз-таки наш знаменитый диджей, в нашем городе прославившийся треками, такими как «Тает лед», а также «Меня роняли вниз головкой», «Мой хуй откололся и стал боеголовкой». Это текст его производства. Каждый из вас, кто тут присутствует, может его поблагодарить за то, что он создает такие гениальные магнум-опусы русского рэпа. Я тот самый человек, который ебал, ухударился. Это тот самый человек, который въебал ФБАевцу. Это его слова, и это не шутки. Он действительно въебал ФБАевцу, и потом въебал от ФБАевц. В итоге он остался непойманным. Он гуляет на свободе, его лицо в виде на камерах, и вы можете дать на него ориентировку. То, что он находится на вокзале этого города, и его по-быстрому набутылят ближайшие правоохранительные органы. А теперь мы продолжаем наше путешествие по этому городу. Я хочу травмиться. Перед нами, перед нами обезьяна в период полового созревания, которая ищет себе полового партнера. Давайте пожелаем ему все вместе, чтобы он нашел свою правую или же левую руку и жил счастливо. Всего доброго. Некоторые меня спрашивают, некоторые меня спрашивают. Владимир Вдова, как ты обустраиваешь освещение в своих роликах? Может быть, ты что-то покупаешь или же нанимаешь людей, которые этим занимаются? А я вам скажу, нихуя, потому что освещение для меня создает какой-то гражданский смазкой лошади на голове. И вот он как раз-таки здесь. Вы можете на него посмотреть. А вот здесь вы можете заметить нашего ФБИ, который завтыкал прямо на крыше одной из общак и потух. Следом за ним потухну и я, потому что я уже очень сильно хочу есть. И голод мой ничем не сдержать. Закончилась карьера стримера в Дарк РП. В Дарк РП я быть стримером и блогером не могу очень долго. Я либо, блядь, умираю от голода, либо просто умираю и все. Вариантов никаких нет. Хотя я поел, блядь, в чем проблема была? Еще я умирал? Куда без очереди? В ТЦ кажется, какой-то движ. Здравствуйте, я нашел пиццу на мусорке, я пиццу нашел. Возьмите, разогрейте, пожалуйста. Разогрей. У нас нечем. Подуй на нее, блядь. Ладно, смотри. Давай, давай, давай. Один, два, три, четыре, пять. Ребята, вы что там нахуй делаете? Вы что, ебанулись? Они пиццу мне греют, не трогай. Я пиццу разогреваю. Давай, давай, дуй, дуй, дуй. Все, давай, давай, давай. Все, 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 все. Хорошо, хорошо, спасибо. Сейчас задохнешься еще, блядь. Спасибо. Ты был меньше на микрофоне. В смысле, как я тебя уменьшу? У меня микрофон такой. Ну тогда выдаю муза, ай-спам. А где я спамил? Я разговаривал. Хорошо, поздравляю. Я могу в микрофон не говорить. Ты на микрофоне уменьшать будешь. Как я уменьшу? У меня микрофон хреновый. То есть ты это сделал не специально. Я тебе говорю, у меня микрофон такой. На вопрос ответь. Так, я тебе отвечаю. У меня микрофон такой. Я даже сейчас, когда тихо говорю, у меня все равно громко слышно. Кинь дискорд свой. Зачем? Ну проверим микрофон. На что ты его проверишь? Насколько он плохой у тебя. Зачем мне тебе дискорд кидать? Я не хочу. Я поиграть хочу. Я тебе последний раз говорю. Кидай дискорд. Зачем? Что ты проверять там будешь? Я не хочу тебе дискорд кидать. Просто потому, что ты так захотел. Я проверю твой микрофон. И насколько у тебя выкручено у него... Единственные настройки микрофона, которые можно выкрутить, это его громкость. И действительно буду убежден. Они децибелы. Можешь сам заглянуть, проверить. Что он у тебя такой плохой? Мне тебя убеждать в чем-то надо? Зачем? Зайди в настройки микрофона звук. Посмотри. Там можно только громкость настроить и прослушивание самого себя. Тогда не день. Ну, давай, давай, давай. Бля, что за долбоеб мне попался? Это пиздец. Voice spam. Бля, а где у меня voice spam? Это пиздец какой-то. Voice spam. Использовать голосовый чат для его засорения. Писки, вызги, повышенный фоновый шум. Допускается воспроизведение музыки при условиях РП. Вот игрыша. Неделю бана дал. Блядь, если мне 15 минут мута дается по-хорошему за это. Ебанулся совсем. Ребята, мне выдали наказание за voice spam на одну неделю. Читаю вам правила. Запрещено использовать голосовой чат для его засорения. Писки, визги, повышенный фоновый шум. Допускается воспроизведение музыки при условиях РП отыгрыша данного действия в каком-нибудь отдаленном от спавнов мэрии и ПУ месте. Только за профессией диджей или же бомж. Идеально подходят здания клуба или загород. При первом нарушении 15 минут блокировки голосового чата. А это первое нарушение. При повторном нарушении 30 минут блокировки голосового чата. При блокировке за лиф наказывается двумя часами бана. Ни о чем большем, кроме как мут чата. Ну и лиф 2 часа бана. Не говорится. Но мне дали неделю. Voice spam. 15 минут бана голосового чата. Ну мута. То есть я мог бы дальше играть. Но куратор решил просто по приколу дать мне недельку. За что? Непонятно. Просто ему надо было со мной в дискорд пойти. Нахуя? Ребята, если что, у меня сейчас голос звучит вот так. Да. 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 Алло. Алло. Да, вы сейчас слышите как... Вы сейчас слышите как... Но это при условии того, что если бы я ходил с зажатым микрофоном, включенным голосовым чатом на постоянке. Но я его включаю только тогда, когда я хочу что-то сказать. Если я что-то говорю, то меня... То меня... Хорошо. Хорошо. Слышно. Слышно. Да, я громко очень звучу. Но что поделать. В итоге мне выдали неделю бана, когда полагается за первое нарушение 15 минут мута. То есть я бы мог еще поиграть на серваке, но вместо этого куратор просто захотел выдать недельку, потому что он может так сделать по правилам сервака. Очевидно, что ему за это ничего абсолютно не будет, потому что у меня уже по прошлым роликам вы можете понять, что с кураторами не делают ничего. Какую бы они лютую хуйню не вытворяли, их все равно оставляют на постах. Поэтому, ребята, если у вас плохой микрофон и нет возможности купить себе более хорошие и качественные, только попробуйте, блять, включить в войс-чат и что-то кому-то сказать. Потому что куратору это может не понравиться, и за это вы получите не 15 минут мута, а неделю бана, потому что он так может и хочет. Не будем заострять на этом внимание, переносимся в РП-профессию полицейского. Привычное нам занятие поиск нарушителей. Все. Войс-мод и войс-чат я принципиально не включаю. Я беру свою любимую профессию, госсотрудника, и направляюсь на службу, будучи в ФБИ. Да, блять, я ФБИшник. Гуляя по городу, внезапно я обнаружил, что какой-то малой хочет тайно купить себе АВП, за которое он может получить тюремное наказание. А если он не купил никакого оружия, в селекторе у него стволов тоже нету, и лежит все только в инвентаре, как ты полезешь обыскивать инвентарь? Никак, оно нам не нужно. Из этого диалога уже легко создается РП-причина для обыска какого-то человека. Вот оно, да, РП, о котором мы все говорили. Где же РП? Ну вот оно, РП. Человек о чем-то поговорил, это уже считается каким-то РП-диалогом. А для нас есть РП-причина его обыскать на наличие какого-либо нелегала. РП-причина его обыскать на наличие какого-либо нелегала. Если у тебя будет, можешь, пожалуй, как-нибудь меня найти? Иди. Гражданский, останови. Что? Гражданский. Понятно. У тебя Феррар Би. Что? Нарушено Феррар 15 минут Джайла. Ладно. А за что? Тупой! Ворушение... Ворушение... Феррар Би. Что это такое? Читай Фрак. Return. И вырубаем режим админа. А, теперь я только так могу выбраться. Отключился нахуй сразу. Пиздец. Ну ладно, бывает. Блять, нахуй гиры непослушные. Я хотел, чтобы вам показаться, что двери просстрелили. Мы в плане должны были взять им сейчас, спасибо. Нах, толкаешь. Блять, я поэт, я тоже нарушил. Мой дом. Вот то самое, о чем я и говорил. Челики, покупая обход на ФеррРП, не нарушают это правило, но нарушают другие, такие как нон-РП. Открытое ношение оружия это тоже правонарушение, которое не может игнорировать полиция. А полиция в этом случае с одного и того же клана, что и грабители. Итог такой, но нон-РП у обоих. Зачем он оружие таскает просто? Там непотребство происходит. О, блядушники, сука. Они сбежали. Кур ты смотришь, негр, блядь. Блин, ладно. Лицензия у тебя имеется. У тебя закал, даже не знаю. Нон-РП. Игнорирование правонарушения. Нормально. Удобненько. Я знаю, я знаю. Игнор правонарушение. Теперь следующий. Почему ты бегаешь с оружием в руках при людях? Где? В общаге. Ну общага вроде не общ место. И я бегал с монтировкой. Не огнестрела. Там ходят люди. Зачем ты это делал? Это оружие. РП причина какая? Ну давай, сука, ответь, какая РП причина? Не знаю, будет ли это, но когда я с холодным оружием, нету ФРП. Это бафов. Не РП причина, выдавай себе НО и НРП. 15 минут. А в чем вообще суть была, в том, что ты нарушил НО и НРП? Везутки на него. Ты был бы сам водичный, значит... Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова